МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь-24. С главными событиями этого утра познакомлю вас я, Глеб Полянский. А теперь к основным темам выпуска. Новый корпус поликлиники открылся на базе городской больницы номер 3. Губернатор Виктор Томенко вместе с главным врачом Московской городской клинической больницы номер 52 Марьяна Илысенко осмотрели обновленное здание. Больше 10 тысяч человек планируют сдавать ЕГЭ в этом году в Алтайском крае. Государственная итоговая аттестация пройдет во всех 69 муниципалитетах. Об этом и не только в выпуске. Главный врач больницы номер 52 города Москвы Марьяна Илысенко посетилась с визитом Алтайский край, встретилась с общественниками, студентами и медиками. Обсудили будущее российской медицины и то, что необходимо сделать уже сегодня для реабилитации ветеранов специальной военной операции. Подробности в сюжете. В ходе своего визита на Алтай главный врач больницы номер 52 города Москва Марьяна Илысенко как профессионал медицинской сферы встретилась с будущими коллегами, студентами и ординаторами Алтайского государственного медицинского университета и их преподавателями. Она подчеркнула, что сегодня перед молодыми специалистами открываются уникальные возможности. Фундамент для этих достижений готовили в течение 20 лет. То, что сделано и делается, позволяет нам рассчитывать на то, что в ближайшее время мы технологически будем актуальны. Я имею в виду технологически суверенны, потому что, безусловно, то, что было сделано за последние 20 лет и сделано при непосредственном участии Владимира Владимировича, в том числе в рамках тех проектов, которые очень активно развиваются, позволили нам сегодня иметь возможности самые современные, самые технологичные, самые правильные и актуальные. Марьяна Лысенко посетила также Краевой госпиталь для ветеранов войн и новое современное здание Барнаульской поликлиники номер 14 в Индустриальном районе. По словам Марьяны Анатольевны, медицинское сообщество очень волнует вопрос продления национального проекта здравоохранения. Коллеги вставят правильные вопросы. Безусловно, почти все они так или иначе не нашли отражение в том послании, которое Владимир Владимирович озвучил федеральному собранию и общими мазками обозначил все направления, которые будут развиваться в медицинской отрасли. Ну а подробности, естественно, будут простраиваться с теми запросами, которые есть с ними став на сегодня. В фонде «Защитники Отечества» Марьяне Анатольевне подарили книгу, изданную в память о погибших алтайских воинах-интернационалистах. Один из экземпляров подписали специально для президента страны Владимира Путина. Гостья также отметила, что ветеранам специальной военной операции нужно не только помогать в реабилитации, но и активнее привлекать их к работе с молодежью. Мы все очень надеемся, что война закончится. Но вот эта работа, ее больше нельзя бросать. Нужно в этом жить постоянно, нужно думать об этих людях постоянно и воспитывать молодых людей, в том числе, в системе координат, которая позволит потом действительно прийти к осознанию, что такое истинный патриотизм. Медицина, образование, поддержка фронта и реабилитация ветеранов, воспитание подрастающего поколения – эти темы разные лишь на первый взгляд, но тесно переплетены. Каждая из них – это поиск эффективных решений уже сегодня для процветания России в будущем. Глеб Полянский, Денис Кузьменко, Новости. И в продолжение темы. Новый корпус поликлиники открылся на базе городской больницы номер 3. Реконструкция длилась три года. Губернатор Виктор Томенко вместе с главным врачом городской клинической больницы номер 52 города Москвы Марьяна Илысенко осмотрели обновленное здание. Подробности узнала наша съемочная группа. 62 кабинета теперь работают в новом поликлиническом корпусе городской больницы номер 3. Реконструкция здесь длилась три года. За это время полностью обновили здание, закупили современное оборудование и открыли новое рентгенологическое отделение. Если раньше пациентам приходилось делать снимок по другим адресам, то сейчас пройти рентген можно не уходя из больницы. Здесь установлен цифровой аппарат. Аппаратура вся абсолютно новая, аппаратура цифровая. В тех корпусах аппаратура, именно рентгеновские аппараты, они пленочные. Исследование занимает гораздо меньше времени, лучевая нагрузка снижается и также информативная снимка, она выше. Помимо рентгеновского аппарата в поликлинику закупили новые флюорографы и маммограф. Обновили и другие диагностические отделения. Среди них инфекционный блок, кабинеты хирурга, офтальмолога, стоматолога и многие другие. Все они уже начали работу. С сегодняшнего дня мы начали уже прием. То есть узкие специалисты, эндокринолог, невролог, кардиолог, в том числе участковая служба, такие обследования, как ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика. Все уже начали работу с сегодняшнего дня. Губернатор края Виктор Томенко и главный врач Московской городской клинической больницы номер 52 Марьяна Лысенко оценили проделанную работу. По словам главы региона, разница с тем, что было всего пару лет назад, видна с первых шагов. На этом останавливаться не собираются. На этот год запланировали мы 28 объектов новых построить, ввести. Значит, здесь и те же самые врачебные амбулатории, их побольше, чем в прошлом году. ФАПов чуть поменьше стало, несколько поликлиник. Я думаю, в ближайшее время в Советском районе поликлинику мы введем. Идет строительство в Рибрехе, в Смоленском районе, в Зональном районе и так далее. Общая площадь реконструкции – 1300 квадратных метров. Работать в новом отделении будут как прежние, так и новые специалисты. 10% персонала уже нашли и трудоустроили. Дарья Эндерс, Сергей Седых, Новости. Больше 10 тысяч человек планируют сдавать ЕГЭ в этом году в Алтайском крае. Государственная итоговая аттестация пройдет во всех 69 муниципалитетах. Для выпускников 11 классов будут работать 95 массовых пунктов приема экзамена. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая. По ее словам, наиболее популярными предметами по выбору стали профильная математика, общество знания, информатика и биология. Мы живем с вами в эпоху укрепления технологического суверенитета. Мы понимаем, что за этим будущее. И сегодня наши выпускники, понимая это, выбирают те специальности, которые на самом деле в ближайшее время будут очень востребованы. В этом году ЕГЭ начнется 23 мая. В этот день будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 28 мая. По математике, базового и профильного уровней – 31 мая. Университет обыграл лидера финала восьми. Женская команда «Алтай-Агау» вновь потерпела поражение в волейбольной высшей лиге «Б». Юные слэдж-хоккеисты из Барнаула одержали историческую победу и выиграли серебро Кубка Сибири. Подробнее о новостях спорта расскажет Вадим Слюсарев. Барнаульский университет в сухую обыграл лидера волейбольной высшей лиги «А». В четвертом туре команда Ивана Воронкова встречается со столичным МГТУ. Московские студенты сейчас возглавляют турнирную таблицу «Барнаульцы» на второй строчке. Как и полагается, в противостоянии сильнейших команд игра была плотной. В концовке каждого сета расторопнее были игроки университета. Итоговый результат на табло 3-0 в пользу алтайской команды. Можно сказать, что счет не по игре, поэтому сегодня в повторной встрече стоит ожидать продолжения борьбы. Если для университета этот сезон складывается удачно, то для женского коллектива «Алтай-Агау» этого сказать нельзя. В 26 играх им удалось добыть только три победы. В первой встрече очередного тура высшей лиги «Б» в Иркутске они встретились с хозяевами соревнований – локомотивом «Ангаран». В дебютной партии долго не удавалось определить победителя. Удача оказалась на стороне «Лока-29-27». Остальные сеты также остались за железнодорожницами. Сегодня «Алтай» встретится с Куйбышевским Олимпом. Детская команда по следж-хоккею воителя «Алтая» стала серебряным медалистом Кубка Сибири. Соревнования спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Омске. В первой игре наша команда уступила более опытным хоккеистам местные «Лады», которые занимаются следж-хоккеем уже три года. Алтайская команда – с прошлого сентября. Во второй игре турнира воители одержали первую в своей истории победу. Ребята выиграли шмелей из омского города и Сильхуль. Вадим Слюсарев, новости. Творческая встреча пройдет в Барнаульской шишковке с Сергеем Писаревым. На ней он будет присутствовать в качестве писателя. Расскажет о своей жизни и о новой книге, которую он подготовил с алтайским орнитологом Алексеем Эбелем. Она называется «Птицы парка. Лесная сказка». Большинство жителей Алтайского края знают Сергея Викторовича как директора Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Однако он был и педагогом, и чиновником, и военным. На встречу он расскажет, как ему удается совместить множество занятий о работе зоопарка и его закулисье. А у меня все к этому часу. Хорошего дня и не переключайтесь.